Приветствую вас. Я видел, что вы уже выбрали лучший ответ на свой вопрос, но я всё же не хотел бы вам ответить, потому что мне показалось, что ваш вопрос важен. Я посмотрел, у вас, вы достаточно давно зарегистрированы, поэтому я надеюсь, что после того, как вы сделали ответ лучшим, одного человека, я надеюсь, что вы и вернетесь к своему вопросу. Вот, итак, у меня проблема в отношении с мужчинами, в действии вы. В данный момент я в отношении, которые внешне говорят мне о чем плохом. Но меня в то время преследуют навязчивые мысли, особенно, когда мы не вместе. Анастасия, навязчивые мысли, если они преследуют вас, говорят о определенных желаниях с вашей стороны. То есть, у вас есть определенные желания, определенные потребности, которые вы хотите, пытаетесь реализовать. В том числе, возможно, в том числе, вы пытаетесь это сделать через отношения с мужчиной. Возможно, эти желания проявляются, как раз таки, тогда, когда вы не вместе. Но так или иначе, навязчивые мысли, которые у вас имеют место быть, представляют собой именно потребности. Любая навязчивость, это определенные потребности, которые вы не осознаете, которые вы игнорируете, которые вы, ну, может быть, просто не замечаете, может быть, запрещаете себе их. Но так или иначе, речь идет о желаниях. Желаниях навязчивые мысли, это те желания человека, которые он себе подавляет. Дальше. Насколько это серьезно? Насколько серьезно мой партнер ко мне относится? Насколько долго это продлится? Нужно ли мне это или именно это? Я полагаю, что здесь, с одной стороны, вы хотите определенности. То есть, вас в некоторой степени тяготит, наверное, вот та неопределенность, которая, возможно, имеет место быть. Вас именно тяготит неопределенность, потому что, вступая в отношения, вы, как бы, вверяете себя другому человеку. И, вверяя себя другому человеку, конечно, теряете возможность полагаться только на себя, к примеру. И это вас, я так полагаю, очень сильно тяготит. Я так полагаю, что это вас тяготит, это вам не нравится, это вы очень тяжело воспринимаете подобное. И, соответственно, ну, можно, мне кажется, здесь говорить именно о том, что вы чувствуете себя уязвимой в отношениях. Вы чувствуете себя уязвимой. Вот. Почему это происходит? Вопрос очень интересный. Происходит это, как правило, тогда, когда человек не привык полагаться на себя. Тогда, когда человек, например, очень сильно нуждается, опять же, в чем-либо, да? То есть, в данном случае речь идет о отношениях. Вот. Ну и это происходит тогда, когда, например, в данном случае есть некоторые проблемы в том, как вами интерпретируется чувство к человеку, к мужчине. То есть, если бы у вас была чистая любовь к человеку, то, ну, чистая, я имею ввиду, ничем не замутненная любовь, если бы у вас она была, то, я думаю, вряд ли бы возникли подобные мысли. Скорее всего, это означает, что здесь, помимо любви, присутствует какая-то еще история, какие-то еще чувства, какие-то еще эмоции у вас, именно у вас. И вы не совсем отдаете в них себе отчет. Вот. Мне кажется, что вы рассчитываете от отношений, что это получится. Вот вы говорите, насколько это серьезно. То есть, вам нужна серьезность. Вам нужна серьезность. Почему вы нуждаете серьезность и почему вы считаете, что вам нужны, например, именно серьезные отношения? То есть, почему вы считаете, что отношения, если они, например, есть, то они обязаны быть серьезными, а не серьезные отношения? Ну, это, очевидно, не то, что вы хотите. Здесь невольно всплывает вопрос, касающийся того, а что называть серьезными отношениями? Что такое серьезные отношения? Как вообще определить, какие отношения серьезные, а какие нет? Причем определить это таким образом, чтобы это было объективно. Не просто вот сказать, что вот эти отношения серьезные, а эти нет. А именно объективно. Как это сделать? На мой взгляд, ответа как такового нет. Потому что для каждого человека серьезные отношения свои. Для каждого человека серьезные отношения выглядят по-своему. Для каждого человека серьезные отношения разные. И я не думаю, что есть какой-то общий стандарт отношений, серьезности отношений. Поэтому мне кажется, что вот эта вот серьезность отношений, да, то есть потребность, например, оценить их, то, что вас тяготит. Как правило, за стремлением, за желанием оценить отношения как серьезные скрывается, ну, какое угодно чувство, только не чувство любви к человеку. Потому что, когда есть любовь, то по большому счету все равно, серьезные отношения, несерьезные отношения. Главное, что человек рядом или... Главное, что есть возможность что-то для человека делать и все. А раз стоит вопрос о серьезности, значит, вам нужны серьезные отношения, чтобы как-то себя чувствовать, чтобы как-то себя ощущать, чтобы что-то для самой себе показать, доказать и так далее. И это не обязательно на самом деле плохо. На самом деле совершенно не обязательно плохо то, что вы хотите что-то кому-то доказать, например. Но это делать, если и делать, то не в отношении с другим, не в отношении с мужчиной. То есть, если вы там, к примеру, в чем-то сомневаетесь, если вы, к примеру, в чем-то не уверены и так далее, то, на мой взгляд, было бы правильнее посмотреть, в чем именно вы не уверены. И, соответственно, постараться этот момент реализовать, постараться реализовать этот момент, связанный с тем, что вы в себе в чем-то не уверены или вы что-то подвергаете, допустим, сомнению. Это было бы справедливо по отношению к вам и по отношению к мужчине, в котором вы находитесь во взаимодействии. Вот. Мне так это видится, по крайней мере. В остальном случае вы просто будете в постоянном напряжении из-за того, что будет зависимость от, например, человека. То есть, как вот он поступит, так, получается, вы и будете себя чувствовать. Ну, это абсолютно неоправданный риск. Дальше. Мы также сомневаетесь, нужно ли мне это или именно это, Анастасия. Вот опять, хочется вас спросить, как вы конкретно выстраиваете отношения с мужчинами? Потому что, если вы человека любите, или если у вас к человеку есть симпатия, то вопрос о том, нужно ли вам это или нет, не стоит. Не стоит этот вопрос потому, что таких мыслей не возникает. Ибо как может возникнуть такая мысль, если у вас по отношению к человеку есть чувства? В данном же случае вы сомневаетесь, а значит, помимо чувств к человеку, вероятно, есть что-то еще. Вероятно, есть что-то, например, что вас напрягает. Вероятно, есть что-то, например, что как-то вот вас заставляет нервничать, что вас заставляет переживать, что вас заставляет волноваться и так далее. То есть вариантов достаточно много, именно вот вариантов достаточно много того, почему вы сомневаетесь, что вам нужно. Но, если вы сомневаетесь в том, что вам нужно, значит вы находитесь в этот момент уже не в самих отношениях по себе, а в чем-то другом. Вы находитесь не в отношениях с человеком, а в отношениях с собой посредством человека. То есть вы пытаетесь решить некий конфликт свой через человека, через отношения с человеком. Я не думаю, что эта позиция способна решить хоть какой-то конфликт у вас внутри. Хотя бы потому, что этот конфликт возник до появления в вашей жизни мужчины. Дальше. В других отношениях было то же самое. Я их разрушала в конечном итоге, потому что не могла это контролировать. Ну, вы пытались подавить. Да, пытаясь подавить свои желания, вы по сути следуете своему родительскому сценарию. Я думаю, что вряд ли в вашей семье было все хорошо в плане отношений. Я не хочу сказать, что все проблемы идут из детства на самом деле. Я хочу сказать, что попытка контролировать подобное, попытка контролировать свои переживания, свои желания, попытка их как-то зажимать, ни к чему хорошему, кроме как к накоплению этих чувств и соответствующих потребностей не приводит. Поэтому контролировать эмоции ваши не нужно. Как не нужно контролировать и ваши желания. А вот уметь научиться с ними взаимодействовать, научиться с ними адекватно существовать, является как раз таки вашей задачей, которую можно выполнить, которую можно реализовать. Если разобраться в ваших чувствах, если разобраться в ваших желаниях, если разобраться в том, чего вы хотите, если разобраться в том, что вас волнует и что беспокоит, если разобраться в том, какой именно, например, конфликт вы переживаете внутри себя, то вполне можно будет вам себя не контролировать. Вполне можно будет более свободно и естественно себя чувствовать. Но вы же пока что пытаетесь это всё только подавлять. Вы пишите даже, как с этим справиться, не нужно справляться со своими чувствами. Не нужно справляться со своими эмоциями. Свои эмоции нужно раскрывать, потому что это вы. Это вы. Это ваша суть. Вы пытаетесь это подавить. Понятно, что сейчас для вас выразить свои эмоции связано только с чем-то деструктивным. И вероятно, сейчас это и действительно так. Но так это только потому, что вы сами. Так это только потому, что вы сами находитесь на этой стадии. Если подняться на стадию выше, я думаю, что будет гораздо, гораздо, гораздо лучше. Вот. И вы сможете более свободно чувствовать себя в отношениях. Сейчас я уверен, что эти самые отношения для вас выглядят как, ну, какая-то без малого адская работа по взаимодействию. И вот совершенно точно, что вы ничего хорошего от этого не ждете, нервничаете, переживаете, в итоге еще больше ситуация усугубляется. Вот. Поэтому сперва разберемся в себе, поймем, что вам, что вас волнует, что вас беспокоит, какую природу имеют навязчивые мысли, ну, вот, какую природу имеет ваше желание, что вы хотите, что вы боитесь. И дальше уже можно будет для вас совершенно спокойно скорректировать свое поведение, как с мужчинами, так и без них. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.